Депутат Государственной Думы Депутат Государственной Думы На этой неделе наш район посетил депутат Государственной Думы 7-го созыва, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Поляков. Встреча с депутатом Александром Поляковым состоялась в зале кинотеатра «Мир». Александр Алексеевич рассказал о себе и ответил на вопросы собравшихся, а после возложил цветы к вечному огню у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На прошлой неделе главный санитарный врач Тамбовской области подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, прежде всего занятых в сфере услуг, здравоохранения, муниципальных и государственных служащих. С постановлением главного санитарного врача по Тамбовской области от 28 июля 2021 года номер 17 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям уже ознакомились руководители сферы услуг Жердевского района. Документ им лично вручила начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Жердевского района Елена Жабина. Также на прошлой неделе сотрудники администрации и ОМВД России по Жердевскому району провели рейд по соблюдению антиковидных мер. В настоящее время на территории Бурнакского сельсовета ведется ремонт моста через речку к Бурначку. Небольшая речушка отделяет несколько улиц от центра села, проживают за ней около 100 человек. На время ремонта им приходится пользоваться временной переправой. Заменить старое деревянное покрытие моста надо было давно. Жители уже неоднократно просили об этом представители сельской администрации. ТСК наша, так сказать, Жердевская, отказывалась туда, значит, проезжать для именно сбора мусора. В случае чрезвычайной какой-то там ситуации туда не смогли бы проехать машины МЧС России, так же там скорая помощь, то есть мост находился в крайне аварийном состоянии. И было принято решение, да, что, значит, нужно произвести текущий ремонт. В данный момент силами подрядной организации демонтировано старое сгнившее покрытие. Установлены металлические балки, на которые укрепят новое деревянное покрытие и настил. Чтобы не осыпался берег, специалисты ООО «Стрела» планируют залить монолитный фундамент. Также после ремонта на мосту появится ограждение. Длина объекта 16 метров, ширина 6. По словам Игоря Акулинина, завершится текущий ремонт моста недели через 2-3. В Жердевском районе продолжается реализация национального проекта «Культура» в части создания модельной муниципальной библиотеки. На прошлой неделе глава Жердевского района Александр Быков провел рабочий визит с целью контроля ремонтных работ. Модельные библиотеки, созданные в рамках национального проекта, должны стать катализаторами преобразований в библиотечной отрасли и задать новый стандарт работы учреждений культуры. На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД Жердевского района. В этом году службе исполнилось 85 лет. Глава Жердевского района Александр Быков поздравил сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и передал в пользование принтер и видеорегистраторы. К профессиональному празднику сотрудников ГИБДД была приурочена акция «Соблюдая ПДД не окажешься в беде». Члены Молодежного совета при главе Жердевского района и местного отделения Молодой гвардии раздавали водителям листовки напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 1 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам Жердевского колледжа сахарной промышленности. 145 человек успешно защитили свои дипломные проекты в этом году. 28 из них сделали это с отличием, за что удостоились красного диплома. Среди выпускников колледжа 32 ветеринара. В настоящий момент приемная комиссия осуществляет набор первокурсников на новый учебный год. 7 дворовых команд по баскетболу приняли участие в партийном проекте «Спортивное лето». 2 июля на стадион в село Бурнак прибыли баскетболисты Жердевского района. Сегодня проходит муниципальный этап Всероссийского фестиваля среди дворовых команд по баскетболу, который проходит в рамках партийного проекта «Спортивное лето». Сегодня встретятся команды юношей и девушек в возрасте 13-14 лет. И поиграем мы в дворовый баскетбол 3 на 3. Данная встреча – хороший повод поддержать себя в спортивной форме, а также возможность увидеться с друзьями. Сейчас очень мало спортивных мероприятий, и я считаю, что их должно быть побольше. Мы собираемся просто на улице, на площадке, собираем народ, всех, кто играет, и просто проводим свои тренировки. Встреча прошла в острой борьбе, особенно среди девушек. Каждая команда приехала за победой и не уставала доказывать это своим соперникам на протяжении всех игр. А побороться было за что. Главный приз – поездка в Тамбов и участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Спортивное лето». От юношей наш район будут представлять Степан Камбаров, Артем Гриднев и Николай Гущин. Именно они одержали победу в муниципальном этапе. Тренирует ребят Валерий Мочалов. Мы очень много тренируемся. Игры были несложные, всего лишь одна команда. Дальше будем представлять свою команду в Тамбове. Чтобы распределить призовые места у девушек, пришлось играть дополнительную партию, так как две команды набрали одинаковое количество очков и претендовали на одно и то же место. В итоге третье место у коллектива «Эдельвейс», второе у «Виктории». А победителем турнира стало трио «Антарес» в составе Ангелины Родионовой, Елизаветы Артамоновой и Марины Тяпкиной. Их тренирует Алексей Рыбкин. Первая игра была напряженная. Потому что мы не разыгрались. И как пополнился комбинация. В нас в следующих играх мы учили делать комбинации, слаженно играть, друг другу помогать, бороться. Самое главное. Мы готовились к этой победе. Мы тренировались, ходили на тренировки. Мы приезжали в бурнак и в зале играли. Ну, мы команда сегодня была. Команда. Мы команда. Мы команда сегодня. На сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова